Команды готовы? Внимание! Марш! Соревнования «Юный защитник» традиционно проходят в феврале. В это время все сочинские школы, спортивные клубы и секции участвуют в конкурсе оборонно-массовой и военно-патриотической работы. Мы собираем ребят ежегодно для того, чтобы посмотреть, насколько они физически готовы, технически готовы, насколько они готовы уже к военной службе. Они знакомятся с противогазами, с автоматами, с каской, с бронежилетом, с инвентарем, с оборудованием, который нам предоставляет войсковая часть. Я считаю, что эти соревнования крайне важны. В условиях современной нестабильности в мире нам нужны защитники. Плюс спорт и военное дело не всегда вместе идут, и идут к облаку. И поэтому я считаю, что данные соревнования нужны и как для развития военного дела, так и для развития общей физической культуры человека. В этот раз в соревнованиях приняли участие 120 старшеклассников из 12 школ Адлерского района. Состязались в прыжках в длину, поднимании гири, сборке-разборке автомата, беге в бронежилете. Переносили условно раненого и даже собирали радиоприемник на время. Я очень рад, что у меня появилась возможность участвовать в таких соревнованиях. Они мне в дальнейшем очень хорошо помогут для армии. Подбиральность самых достойных, которая умеет заниматься какими-то видами спорта, чтобы в дальнейшем определить их, как они будут себя проявлять в армии. Мы защищаем честь нашей школы, и в дальнейшем, чтобы служить, было легче, как раз подготавливаемся. По итогам всех этапов команда, занявшая призовые места, были награждены кубками, грамотами и медалями. Галина Моисеева, Олег Кононов, телекомпания КТ.